Еще одним смертельным ДТП занялся суд в городе Ривны. Гражданин Азербайджана влетел в Жигули, водители и трехлетняя девочка погибли. И вот сегодня в судебном процессе неожиданный поворот. Какой, расскажет Инна Белецкая. Авария на Ринеской объездной произошла в ту же ночь, что и жуткое ДТП в Харькове. Внедорожник, за рулем которого был 50-летний гражданин Азербайджана, Айтибар Мирзоев, вылетел на встречную полосу и протаранил Жигули. Водитель погиб на месте. Его внучку и еще одного пассажира отвезли в больницу. Трехлетняя девочка прожила 6 часов и умерла. Экспертиза показала, уровень алкоголя в крови Мирзоева в 5 раз превышал норму. Городской суд отправил виновника аварии на 2 месяца в СИЗО. Сегодня в апелляционном суде адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест. Почему отпускать Мирзоева из СИЗО нельзя, суду объясняет прокурор. Мирзоев в свою очередь тиснул на святки и пытался перескоджать криминальному проведению. Мирзоев в час дорожной транспортной пригоди перебывал в состоянии алкогольного спинения. Неожиданно для всех присутствующих бабушка погибшей девочки, которая в аварии потеряла еще и мужа, поддерживает не прокурора, а адвоката. Хай отпустят под домашний арест. В связи с тем, что мы хоро-людина. И мы все ходим под Богом. Но суд оставил Мирзоева за решеткой, почему у пострадавших появилось желание облегчить жизнь обвиняемого. Активно обсуждают в соцсетях, предполагают, в ход мог пойти подкуп или запугивание. Мирзоев хорошо известен среди иностранцев, которые живут в городе. Его имя связывают с незаконными операциями с валютой. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне.